Я буду достаточно кратким, чтобы уже вас не задерживать, и смотрю все уже так. Все работает. Включен. Вышен? Уже, наверное, добрый вечер, дорогие друзья. Я от лица пациентского сообщества. Мне уже не первый раз приходится выступать перед вами, но все же немного о нас я расскажу. Мы межрегиональная общественная организация содействия больным саркомой, которая организована пациентами для помощи онкологическим больным. Итак, начало нашей организации ведет с неформального объединения пациентов в конце 90-х годов, а уже юридически оформились в 2010 году. Ежегодно мы проводим более 30 мероприятий и встреч, которые посещают более 500 человек. И на этих встречах пациенты и их близкие узнают информацию о заболевании, о лечении, о методах реабилитации, программах реабилитации. Также получают морально-психологическую поддержку. Также мы получаем более 2000 обращений в год за консультации по поводу вопросов лекарственного обеспечения, чаще всего получения адекватного обезболивания. Это самые основные такие часто встречающиеся вопросы. Инвалидность, возможности лечения в специализированных центрах и возможности лечения за рубежом. Просто чуть ли не каждый второй почему-то спрашивает об этом. Также с нашим участием было за прошедший год снято более 10 телевизионных передач на тему помощи онкологическим больным, а также снято два документальных фильма по инвалидной тематике. Также наша организация представлена в стоятии общественных организаций, стоящих по защите прав пациентов при Минздраве Российской Федерации. И теперь, переходя к теме своего доклада, о оригинальной особенности лечения сарком, по общению с пациентами у нас создалось не впечатление, а выделены такие основные проблемы, на которые часто жалуются, о которых часто говорят пациенты. Это низкая осведомленность вообще о заболеваниях, о возможностях лечения. Часто невыполнение назначенной схемы терапии в специализированном центре, некомфортные условия пребывания во время лечения в клинике. Также пациент зачастую один с таким диагнозом в отделении, он подвержен просто страху, что он такой один и никому не нужен, никого больше нет с таким диагнозом. И очень важный момент, что пациент никого не знает с похожим диагнозом, который уже прошел лечение и находится в ремиссии. Это очень важно иметь перед собой какой-то пример, что все-таки не все попадают опять в отделение с рецидивами, метастазированием, а есть и выжившие. Сама тема выступления моего оригинальной особенности лечения сарком заставила нас вообще на эту проблему посмотреть по-новому. За все годы нашего существования мы общались в основном с пациентами из регионов нашей страны, которые проходят лечение в крупных онкологических центрах города Москвы. И общаясь с ними, мы получаем, которые причем стараются остаться на дальнейшее лечение в Москве, ну или как, по крайней мере, проходят регулярные обследования и консультации тоже в крупных центрах Москвы. Так, что тут перелистывается. И общаясь с ними, мы получаем не всегда достоверную, не совсем достоверную информацию о ситуации в регионе по лечению. Поэтому мы решили как бы стать ближе к народу и хотели бы вас вообще попросить консультационной поддержки в этом плане. Весной этого года мы запустили наш новый проект «Первое больничное радио», который, как мы считаем, поможет нам стать ближе к пациентам, которые проходят лечение только в своих региональных клиниках. 1 октября мы планируем запустить «Первое больничное радио» уже в полноформатном режиме. Наш проект осуществляется не так быстро, как бы нам и хотелось. И дело не только в финансировании, но и технические проблемы бывают. Например, мы не смогли в России заказать устройство для приема телефонных звонков в прямой эфир. И пришлось его заказывать в Италии специально для нас, а ждать его пришлось целых три месяца. И все остальное, в принципе, идет у нас как строительство «Зенит-арены». В проекте «Цена одна», а когда дело доходит до практического применения, оно резко возрастает почему-то. Наша больничная радио нацелена на пациентов, которые проходят лечение в онкологических диспансерах и больницах. Но, конечно, в первую очередь все-таки будут стоять проблемы пациентов с саркомами. Так как это интернет-радио, то его слушать можно на территории всей страны. И нам бы очень хотелось, чтобы вы, как специалисты своего дела, могли бы отвечать на вопросы наших радиослушателей. И тогда мы вместе бы уже получили живую связь с пациентами из регионов и имели бы реальное представление о ситуации в регионе с лечением из первых рук, так сказать. У нас на первом больничном радио также есть несколько программ, которые требуют активного участия врачей. Это больничный КБЕС, где мы ликвидируем больничную безграмотность, также врачебный обход и палатные новости, пока не так называются. И, в принципе, в завершении своего доклада я бы хотел просто сказать, что основная цель нашей организации – это повысить качество онкологических больных и их близких. И мы надеемся, что с вашей помощью новые программы развития нашей деятельности этому будут очень сильно способствовать. Благодарю вас за внимание. И все-таки надеюсь на дальнейшую плодотворную сотрудничество, такой же тесной. Спасибо, Александр. Я думаю, что в плане этого доклада вопросов никаких не будет. Но хочу обратить ваше внимание, что действительно это не первый год. И я думаю, что Александр не сильно обижается, что тоже не первый год мы ставим его всегда в конце конференции. Почему? Потому что мы должны понимать тот ряд научных идей, научных докладов, достижений, промахов и так далее, как это переваривается со стороны пациента. То, что мы должны делать в качестве врача, приносить пользу, это доходит туда? Есть какая-то обратная связь. И чем мы можем помочь, что мы можем сделать? Но поскольку движение вперед есть, оно не сильно быстрое, так же, как и у нас в принципе в медицине оно поступательное, хочется верить, что год за годом мы дойдем до тех возможностей при отсутствии финансирования, которые есть у пациентских организаций за рубежом. И еще один такой положительный момент, если раньше мы в самом начале совместной деятельности мы боролись только за возможность получения доступности лекарственных препаратов, то сейчас действительно пациенты переходят на новый уровень в плане получения действительно качественной помощи и в плане хирургии, и радиотерапии именно в тех клиниках, где этим занимаются. С минимизацией времени и минимальной дорогой пациента от проблемы к ее решению. Спасибо.